Здравствуйте, я Самира Мусаева, старший юридический сотрудник секретариата комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, или сокращенно ЮНСИТРАУ. Для тех, кто не знаком с ЮНСИТРАУ, это основной юридический орган системы Организации Объединенных Наций в области права международной торговли. В течение более 50 лет ЮНСИТРАУ работает над модернизацией и согласованием норм международной коммерческой деятельности. Сегодня мы поговорим о текстах ЮНСИТРАУ о прозрачности в контексте армитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров, а также созданных в соответствии с ними хранилищем публикуемой информации. Эти тексты и хранилища совместно являются стандартными ЮНСИТРАУ о прозрачности. Тема выбрана не случайно для 2024 года. В 2024 году исполняется 10 лет со дня принятия стандартов ЮНСИТРАУ о прозрачности. Своей презентацией я расскажу, когда, почему и как стандарты ЮНСИТРАУ о прозрачности были разработаны, а также об их содержании. Презентации моих коллег на эту же тему имеются на пяти других языках Организации Объединенных Наций. Урегулирование инвестиционных споров – это новая область работы ЮНСИТРАУ по сравнению, например, с урегулированием коммерческих споров, в частности, через торговый арбитраж. Последняя является исторической областью работы ЮНСИТРАУ с момента ее создания в 1966 году. На этом слайде вы видите основные тексты ЮНСИТРАУ, принятые на сегодняшний момент в области международного торгового арбитража. Они включают арбитражный рекламент 1976, 2010, 2013 и 2021 году, типовой закон о международном торговом арбитраже 1985 года с изменениями, принятыми в 2006 году, и выделенные на слайде правила и конвенции ООН о прозрачности в контексте арбитражных распирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров. Правила и конвенции о прозрачности и есть те тексты в стандартах ЮНСИТРАУ о прозрачности, о которых я упомянула вступление к этой презентации. Упоминается также в первом ряду этого списка на слайде конвенция о признании и приведении в исполнении иностранных арбитражных решений. Коротко, Нью-Йоркская конвенция. Последняя была принята в рамках Организации Объединенных Наций в 1958 году до создания ЮНСИТРАУ, но послужила основой для работы ЮНСИТРАУ в этой области. Стандарты ЮНСИТРАУ о прозрачности нашли свое начало в работе второй рабочей группы. ЮНСИТРАУ по урегулированию споров, когда та работала над пересмотром арбитражного регламента ЮНСИТРАУ 1976 года. Арбитражный регламент – это один из первых текстов комиссии. Он также один из знаменитых и широко используемых текстов ЮНСИТРАУ договорного характера. Гибкий характер регламента позволяет сторонам спора использовать его для разрешений как на коммерческих, так и других. Спора в сторону спора могут быть государства или частные лица. И споры, для разрешения которых может быть применен регламент, могут вытекать из контракта или международного соглашения. Для повышения эффективности арбитражного разбирательства на основе регламента при самых различных обстоятельствах, включая в случае споров между инвесторами и государствами, возникла необходимость пересмотра и обновления его первоначальной версии, принятой в 1976 году. Работа над пересмотром регламента 1976 года продолжалась с 2006 по 2010 год. Среди других вопросов эта работа затронула вопросы прозрачности. Были внесены некоторые поправки, направленные на повышение прозрачности в торговом арбитраже, проводимым, используя арбитражный регламент ЮСИТРАУ. В частности, пункт, регулирующий опубликование арбитражного решения. Но эти незначительные изменения отвечали целям прозрачности арбитражного рассмотрения споров, вытекающих с коммерческих контрактов, включая контракты, заключаемые с инвесторами. Например, по итогам тендеров и государственным закупкам или на основе государственного частного партнерства. Для обеспечения прозрачности арбитражного рассмотрения инвестиционных споров, проводимых на основе международных договоров, требовались дополнительные положения. Ссылка на международные договора в данном контексте следует трактовать как охватывающий любой двусторонний или многосторонний международный договор, содержащий положение о защите инвестиций для инвесторов и предусматривающий право инвесторов обращаться к арбитражу в отношении страны международного договора. Такие международные договора включают соглашение о свободной торговле, соглашение об экономической интеграции, рамочное соглашение о торговле и инвестициях, соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве или двусторонние инвестиционные международные договора. Почему в арбитражном рассмотрении инвестиционных споров, проводимых на основе таких международных договоров, требуются дополнительные положения о прозрачности? Это объясняется особым характером таких споров. Специфика арбитража по спорам между инвесторами и государствами, проводимых на основе международных договоров, исходит от участвующих сторон, государства и инвесторов, а также от предмета спора. В рамках таких споров инвестор подает иск против принимающего государства за нарушение обязательств, закрепленных в правовом документе, каковым является двусторонний или многосторонний инвестиционный договор. Инвестиционные споры всегда затрагивают общественные интересы. Они напрямую связаны с инвестиционной политикой государства, в частности с привлечением иностранных инвестиций, как средство обеспечения долгосрочного устойчивого развития экономического роста. Помимо общих вопросов политики развития и инвестиционного климата, такие споры часто затрагивают вопросы конкретного законодательства, например, налогового, природоохранного, санитарного и природных ресурсов. Кроме того, интересы определенных групп людей или территорий, где осуществлялись или осуществляются инвестиции, могут быть прямо или косвенно затронуты такими спорами. Например, права и интересы собственников или пользователей земельных участков и иного имущества, вовлеченные в инвестиционные проекты. Права и интересы пользователей услуг, например, электричества или газа, предоставляемые или финансируемые инвесторам. Общественность в целом или конкретно такие затронутые лица могут быть, конечно, заинтересованы в получении своевременной информации о существовании спора, об обвинениях о правонарушениях, других вытекающих из спора правовых вопросах, выдвинутых противоположной стороной аргументах, принятых постановлениях и окончательном арбитражном решении. Эта информация часто им необходима, чтобы вовремя суметь защитить свои права и интересы. Кроме того, инвестиционные споры обычно затрагивают интерес на логополательщиков. Государство страны споры. Не секрет, что арбитраж стоит денег. Помимо расходов на представительство государства в арбитраже, решение арбитражного суда может привести к необходимости выплаты убытков или компенсации инвестору, в том случае, если государство будет признано виновным. Поэтому отсутствие прозрачности в разрешении такого рода споров воспринимается как противоречие оснаблагающим принципам благого управления и прав человека. В 2009 году ЮСентралу было решено, что особенности арбитражных разбирательств и инвестиционных споров, вытекающих из международных договоров, будут рассмотрены отдельно, чтобы не задержать завершение пересмотра арбитражного рекламента ЮСентралу, то, что касается обычного торгового арбитража на основе контрактов. Таким образом, регламент был пересмотрен в 2010 году без внесения каких-либо положений о арбитражных разбирательствах инвестиционных споров, проводимых на основе международных договоров. Отсутствие четких правил по обеспечению прозрачности в таких арбитражных разбирательствах вызывали значительную озабоченность со стороны общественности. По преобладающему мнению, эти вопросы не должны были быть оставлены на полное усмотрение арбитражного суда и сторон спора. Генеральная ассамблея признала на тот момент необходимость разработки положений о прозрачности при регулировании споров между инвесторами и государствами на основе международных договоров для учета публичных интересов, связанных с такими арбитражными разбирательствами. По итогам последующей работы второй рабочей группы ЮНСИТРАУ в июле 2013 года приняло правила о прозрачности, использование которых сторонами спора обеспечивает повышение прозрачности в арбитражных разбирательствах такого рода споров. Правила были приняты на основе консенсуса, что способствует гармонизации в этой сфере права. Одновременно с принятием правил комиссия обновила арбитражный регламент 2010 года путем добавления пункта 4 статьи 1. Этот пункт предусматривает, что для цели арбитражного разбирательства между инвесторами и государствами, возбуждаемого согласно международному договору, предосматривающему защиту инвестиций или инвесторов, наставляющий регламент включает правила ЮНСИТРАУ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров, при этом с учетом положения статьи 1 правила прозрачности. Таким образом, с 2013 года правила прозрачности стали частью арбитражного регламента ЮНСИТРАУ, когда тот используется для цели арбитражного разбирательства между инвесторами и государствами, возбуждаемого согласно международному договору, предусматривающему защиту инвестиций или инвесторов. Спустя один год после принятия правил Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята конвенция о прозрачности 10 декабря 2014 года. Конвенция вступила в силу 18 октября 2017 года. Цель конвенции – предоставить эффективный механизм для применения правила прозрачности в арбитражных разбирательствах и инвестиционных спорах на основе международных договоров, заключенных до даты автоматического применения правила прозрачности как части арбитражного рекламента ЮНСИТРАУ, то есть с 1 апреля 2014 года. Я остановлюсь на этом механизме подробнее позже. При этом было признано на момент принятия конвенции, что могут существовать много других механизмов обеспечения распространения действия правил на арбитражное разбирательство спорах, вытекающих с международных договоров, заключенных до 1 апреля 2014 года. Конвенция эффективный, но не единственный механизм для достижения этого результата. Во вступлении я упомянула, что стандарты прозрачности включают в себя и хранилище публикуемой информации. Функции хранилища освещены в статьях 2 и 3 правил. Они относятся к приданию гласности информации документов, касающихся арбитражного разбирательства. Статья 8 правила прозрачности предусматривает, что хранилищем является генеральный секретарь Организации Объединенных Наций или учреждение, назначенное ЮНСИТРАУ. В соответствии с резолюцией 68.106 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 2013 года, функции хранилища осуществляет секретариат ЮНСИТРАУ от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций. В конце моей презентации я упомяну о результатах работы хранилища. Несколько слов о содержании правила прозрачности. Правило представляет собой свод процессуальных правил, которые могут применяться отдельно или в совокупности с каким-либо арбитражным рекламентом. Не обязательно только с арбитражным регламентом ЮСИТРАУ. В случае противоречия между правилами о прозрачности и применимым арбитражным регламентом применяются правила о прозрачности. Правило представляет собой сбалансированный текст, который учитывает как общественные интересы в таких арбитражных разбирательствах, так и интересы участников в справедливом и эффективном урегулировании споров. Например, правило учитывает, что придание гласности конфиденциальной или защищаемой информации или раскрытие информации противоречия существенным интересам и безопасности недопустимым. Правило также учитывает, что полная или преждевременная гласность может поставить под угрозу целостность арбитражного процесса, например, затруднив сбор или представление доказательств или приведя к запугиванию свидетелей, членов арбитражного суда или представителей сторон. Правило также обеспечивает верховенство права, предусматривая, что несмотря на любые положения правил, в случае противоречия между правилами о прозрачности и международным договором применяется обязательное положение договора. В тех случаях, когда какое-либо из правил противоречит норме, применимому к арбитражу законам, от которым стороны спора не вправе отступать, применяется эта норма. Концепция правил основывается на двух принципах расширения открытости арбитражных процедур и расширения участия в арбитражных разбирательствах. В совокупности они приводят к повышению прозрачности. Расширение открытости арбитражных процедур достигается путем опубликования информации при открытии арбитражного разбирательства, опубликования документов во время проведения разбирательств и проведения, как правило, открытых слушаний. Расширение участия в арбитражных разбирательствах достигается путем расширения круга лиц, которые могут подавать письменные представления в арбитражный суд. Правила обеспечивают достаточную гибкость в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела, как для арбитражного суда, так и для спорящих сторон, чтобы избежать задержек, увеличения расходов или чрезмерного обременения арбитражного разбирательства. В частности, арбитражный суд располагает определенными дискредиционными полномочиями, например, принять соответствующие меры по ограничению или переносу сроков опубликования информации в тех случаях, когда такое опубликование поставит под угрозу целостность арбитражного процесса. В дополнение к таким дискредиционным полномочиям в соответствии со статьей 1.3.b арбитражный суд располагает полномочиями адаптировать требования любых конкретных положений правил к конкретным обстоятельствам дела после консультации со сторонами в споре, если такая адаптация необходима для проведения арбитражного разбирательства. Но при любом таком поведении, осуществлении любых мер или других действий, подрывающей в целом цели прозрачности правил, арбитражный суд согласовывается с такими целями и обеспечивает их преимущественную силу. В соответствии со статьей 3 преданию гласности подлежат уведомления об арбитраже, ответ на уведомление об арбитраже, исковое заявление, возражение по иску и любые дальнейшие письменные заявления или письменные представления любой страны спора. Также перечень всех доказательств к вышеупомянутым документам и заключениям экспортов и заявлениям свидетелем, если такой перечень был благодарен к разбирательству. При дальней гласности также подлежат любые письменные представлениями участвующих в споре сторон международного договора, а также третьих лиц, протоколы слушаний и постановлений и решения арбитражного суда. Заключения экспертов и заявления свидетелей подлежат преданию гласности по просьбе любого лица, представленной в арбитражный суд, даже если это лицо не сторона в разбирательстве или третье лицо, задействованное в них. Специальные правила предусмотрены для предоставления доступа к доказательствам и любым другим документам, которые не подлежат преданию гласности. Арбитражный суд может по своей собственной инициативе или по просьбе любого лица и после консультации со сторонами спора принять решение о доступе к таким документам и о порядке доступа, например, в конкретно указанном месте и присутствии уполномоченного лица. Предусматриваются исключения, о которых мы поговорим позже. Как и когда документы и информация придаются гласности, зависит от этих документов и информации, а также от этапа арбитражного разбирательства, когда это происходит. Например, в соответствии со статьей 2, после получения ответчиком выдавления об арбитраже, каждая сторона незамедлительно направляет копию выдавления в хранилище. Документы, придаваемые гласностям, во время арбитражного разбирательства направляются арбитражным судом в хранилище в кратчайшие сроки. Документы, доступ к которым предоставляется в особом порядке во время арбитражного разбирательства, могут направляться арбитражным судом в хранилище по мере их выступления, если это применимо в отредактированной форме. По получению уведомления об арбитраже хранилище незамедлительно придает гласности информацию, касающуюся номинования сторон спора, соответствующего экономического сектора, и международного договора, в связи с которым заявляется исковое требование. В иных случаях хранилище в свое время предоставляет доступ ко всем документам в той форме и на том языке, на котором на хранилище их получили. Работа хранилища бесплатная. В соответствии с правилами, слушания для представления доказательств или для устных прений являются публичными, по умолчанию, и такие публичные слушания могут быть обеспечены путем видеосвязи. Для этого правила также предусматриваются некоторые исключения. Поговорим об этих исключениях. Все положения о прозрачности применяются с учетом необходимых исключений с принципа прозрачности. В частности, исключения должны быть сделаны для конфиденциальной или защищаемой информации или в целях обеспечения целостнее арбитражного процесса. Правила предусматривают исключение или редактирование такой информации, а также, что часть или все слушания могут проводиться при закрытых дверях, если это необходимо для защиты конфиденциальной информации или целостности арбитражного процесса. Кроме того, ничто в правилах не требует от государства-ответчика придавать гласности информацию, раскрытие которой считается противоречащим существенным интересам безопасности. Другие положения правил тоже применимы, например, исключение из правил по материально-техническим соображениям. Кроме того, также применимы дискрипционные полномочия данной арбитражному суду или положения, которые отсылают на обязательное положение применимого права или международного договора или на положение международного договора, разрешающие сторонам отступать от правил. Следует отметить, что участие в арбитражном разбирательстве, как правило, предоставляется только сторонам спора, но из-за особенности инвестиционного арбитражного разбирательства арбитражный суд может позволить третьим лицам и странам инвестиционного международного договора, не участвующим в споре, подать представление в арбитражный суд. При решении о том, разрешить ли третьему лицу подать представление, арбитражный суд должен сначала провести консультации со сторонами спора. Во-вторых, он может учесть различные факторы, включая, имеет ли третье лицо ли страна значительный интерес в арбитражном разбирательстве, а также в какой мере подача представления окажет помощь арбитражному суду в разрешении фактического или юридического вопроса, связанного с арбитражным разбирательством, например, путем внесения точки зрения особых мнений или понимания, отличающихся от точки зрения сторон спора. Арбитражный суд должен обеспечить, что подачу любого представления третьим лицом не нарушает и чрезмерно не обременяет арбитражное разбирательство и несправедливо не ущемляет интересы любой из спорящих сторон. Более того, арбитражный суд должен обеспечить сторонам спору разумную возможность высказать свои замечания по любому представлению таких лиц. Те же правила распространяются и на представлении страны инвестиционного международного договора не участвующего в споре, но при этом еще учитывается, что такая сторона международного договора может сыграть значительную роль в толковании этого договора. При этом также правила предостерегают от использования таких представлений в качестве формы дипломатической защиты. Дипломатическая защита подразумевает дипломатические усилия, предпринимая государство для своих граждан. В современном международном праве широко признана, защита инвесторов и инвестиций, а также разрешение инвестиционных споров регулируется двусторонними или многосторонними договорами о защите иностранных инвестиций, а не дипломатической защитой. В соответствии с пунктом 1 статьи 1 правила прозрачности, правила прозрачности применяются автоматически к арбитражным разбирательствам между инвесторами и государствами, возбуждаемым в соответствии с арбитражным рекламентом ЮСИТРАЛ согласно международному договору, предосматривающему защиту инвестиций и инвесторов, заключенного 1 апреля 2014 года или после этой даты, если только стороны международного договора не договорились об ином. Таким образом, если правила применяются в соответствии с положениями инвестиционного договора, спорящие стороны должны применять правила и не могут отступать от них, кроме случаев, когда это разрешено инвестиционным договором. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 в отношении арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами, возбуждаемых в соответствии с арбитражным регламентом ЮСИТРАЛ согласно международному договору, заключенному до 1 апреля 2014 года, правила применяются только если стороны абитражного разбирательства, то есть стороны спора соглашаются на их применение в отношении конкретного арбитражного разбирательства или стороны международного договора, или в случае макстороннего договора, государства, ИСЦА и государство ответчик договорились после 1 апреля 2004 года об их применении. Таким образом, стороны спора в арбитражном разбирательстве на основе международного договора между инвесторами и государствами могут согласиться использовать правила прозрачности, даже если это и не предусмотрено в инвестиционном договоре, на основании которого возбуждено арбитражное разбирательство. Теперь мы поговорим о конвенции ООН прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров. Коротко, эта конвенция называется Мабрикийская конвенция о прозрачности. Эта конвенция дополняет существующие инвестиционно-международные договоры в части обязательств, связанных с обеспечением прозрачности. Для чего она нам понадобилась? Государства и региональные организации экономической интеграции, присоединяющиеся к этой конвенции, выражают свое согласие применять правила прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров, которые они заключили до 1 апреля 2014 года, независимо от того, возбуждено ли такое арбитражное разбирательство в соответствии с арбитражным регламентом ЮСИТРАЛ или нет. При этом участники инвестиционных международных договоров могут исключить действия правил путем оговорки. Правила двустороннего или многостороннего применения конвенции, а следовательно и правила прозрачности, предусмотрена в пункте 1 статьи 2. Конвенция применяется, если ответчик является участником конвенции, заявитель требования происходит из государства, являющегося участником, и эти государства не сформулировали оговорок. Пункт 2 предусматривает одностороннее предложение о применении правила прозрачности, когда только ответчик является участником конвенции, и этот участник не сделал оговорку в отношении одностороннего применения конвенции, а заявитель требования, хоть и происходит из государства, не являющегося участником конвенции, соглашается применять правила прозрачности. Таким образом, конвенция – это эффективный механизм придания силы правилам без необходимости вносить поправки в существующие больше чем 3000 международных договоров, заключенных до 1 апреля 2014 года. Международные договора имеются в виду инвестиционные международные договора. При этом участник конвенции может исключить из сферы применения конвенции, а следовательно правил – инвестиционно-арбитражное разбирательство в соответствии с конкретным инвестиционным договором, заключенным до 1 апреля 2014 года, или арбитражное разбирательство, которое проводится с использованием конкретных сводов арбитражных правил или процедур помимо арбитражного рекламента ЮСИТРАУ, и в рамках которых он является ответчиком. В соответствии со статьей 3.1 конвенции участник, формулирующий такую оговорку, должен конкретно указывать договор или свод арбитражных правил, на который распространяется оговорка. Участник может также заявить, что одностороннее предложение о применении не применяется к арбитражным разбирательствам между инвесторами и государствами, в которых он является ответчиком. На июль 2024 года 23 государства и одна региональная организация экономической интеграции Европейский Союз подписали конвенцию, и 9 государств являются участниками конвенции. Это Австралия, Пенин, Боливия, Камбия, Ирак, Камерун, Кранада, Маврики и Швейцария. Государства-участники присоединились к конвенции без оговорок. Присоединение Европейским Союзом конвенции 2 июля 2024 года стало последним значительным событием на июль 2024 год в отношении конвенции. Как было отмечено в пункте 2 резолюции Генеральной Ассамблеи 70-115, хранилище является центральным элементом как правила прозрачности, так и Маврикийской конвенции о прозрачности, поскольку обеспечивает единую, транспарентную или кодоступную глобальную базу данных о прецедентах во всем арбитражным разбирательствах между инвесторами и государствами, проведенных на основе правила прозрачности и конвенции. Хранилище размещает для открытого доступа информацию о документах и арбитражных разбирательствах по спорам между инвесторами и государствами на основе международных договоров, проводимых также в соответствии с другими арбитражными регламентами с элементами прозрачности, аналогичными правилам миоседрального прозрачности. Хранилище может быть найдено по адресу указано на слайде. Этой глобальной базой данных по делам, связанных с ними документом, легко и бесплатно может воспользоваться любое заинтересованное лицо. Но, к сожалению, дизайн хранилища только на английском языке на сегодняшний момент. Материалы дела доступны на языках, на которых материалы были посланы в хранилище, без перевода. Финансирование функционирования поступает полностью из добровольных взносов. И с 2016 года Европейский Союз является главным донором. Информация, публикуемая в хранилище, включает материалы дел, постановления и решения, а также другую информацию, которая может способствовать пониманию результатов разбирательства, как показано на данном слайде к июне 2024 года в регистре опубликовано 28 дел, в которых участвовали 15 ответчиков. Как показывает обзор применения правил опрозрачности, предоставляемые комиссией ежегодно секретариатом и СИТРАЛ, прослеживается тенденция к повышению прозрачности в области урегулирования споров между инвесторами и государствами. В соответствии с обзором, предоставленным комиссией в 2024 году, правила опрозрачности применяются к 193 международным инвестиционным соглашениям, а также к спорам, имеющим отношение еще к 245 международным инвестиционным соглашениям, сторонами которых является участник в конвенциях, в тех случаях, когда заявитель требования дает свою согласие на применение правила прозрачности. Применение правил предусмотрено в более чем 120 соглашениях посредством отсылки к арбитражному регламенту ЮНСИТАО, а в некоторых из них предусмотрено дополнительное положение прозрачности на случай применения иных арбитражных регламентов. Кроме того, в некоторых международных инвестиционных соглашениях, исключающих применение правила прозрачности, все же содержатся некоторые положения, направленные на обеспечение хоть какой-то прозрачности. Генеральная Ассамблея, отметив принятие стандартов прозрачности, упомянула, что они внесут значительный вклад в формирование согласованных правовых рамок для справедливого и эффективного урегулирования международных инвестиционных споров, усилит прозрачность и подотчетность и будут способствовать благому управлению. С тех пор Организация Объединенных Наций не раз отмечала прямую связь между стандартами ЮСИТАО прозрачности и реализацией целей устойчивого развития, в частности целей 16, которые касаются мира, правосудия и эффективных институтов и включают расширение доступа общественности к информации. Учитывая вышесказанное, секретариат ЮНСИТРАО ведет работу по расширению понимания целей применения стандартов ЮНСИТРАО прозрачности, а также по своевременному предоставлению в хранилище информации по арбитратным разбирательствам в соответствии с правилами о прозрачности. Стандарты прозрачности стали первым вкладом в реформирование системы регулирования споров между инвесторами и государствами, но не последним. Как, может, некоторые из вас уже знают, рабочая группа 3 ЮНСИТРАО работает над реформированием системы регулирования споров между инвесторами и государствами уже с 2018 года. Итоги работы этой рабочей группы привели на сегодняшний момент к принятию ЮНСИТРАО в 2023 году типовых положений и руководящих принципов, касающихся медиации при урегулировании международных инвестиционных споров, а также кодексов поведения судей и арбитров при урегулировании международных инвестиционных споров. В 2024 году ожидается принятие дополнительных текстов ЮНСИТРАО в этой области. Я прощаюсь, благодарю за внимание и приглашаю посетить веб-сайт ЮНСИТРАО для получения дополнительной информации о стандартах прозрачности и о других текстах и сферах работы ЮНСИТРАО. Эта информация доступна на шести языках ООН, включая русский. Редактор субтитров А.Семкин